12 января 1722 года была учреждена Российская прокуратура, а в июле 1922 года начала работать Иваново-Вознесенская губернская прокуратура. Этим двум датам и посвящен экспозиционный марафон в музеях Ивановской области. 13 декабря выставка, приуроченная к празднованию 300-летия прокуратуры России, открылась в картинной галерее. На ней представлено более сотни экспонатов, книги, документы, знаки отличия, предметы, служившие в разные годы работникам органов прокуратуры. Прокуратура Российской Федерации – единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции России и исполнением законов, действующих на территории государства. История прокуратуры уходит своими корнями в петровские времена. Тогда впервые был создан принципиально новый государственный институт. 12 января 1722 года указом Петра I при Сенате был учрежден пост генерал-прокурора. Именно эта дата считается началом деятельности прокуратуры в России. Первым генерал-прокурором Сената первый всероссийский император назначил графа Павла Ивановича Ягужинского и поставил важнейшую задачу – уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах неправосудие, взяточничество и беззаконие. Представляя его сенатором, Петр I сказал «Вот око мое, коим я буду все видеть». С течением времени органы прокуратуры реформировались, наделились новыми функциями и полномочиями. Сегодня прокуратура России продолжает профессиональные традиции прошлого и остаются надежной опорой государства, находясь на страже закона и общественного порядка. Учитывая роль прокуратуры в укреплении законности в декабре 1995 года президентом России был подписан указ об установлении дня работников прокуратуры Российской Федерации, который отмечается 12 января. Стол с зеленым сукном, печатные машинки, телефон, часы, очки, чернильницы с пером, старинный стул – личные вещи работников прокуратуры дополняют выставку и создают особую атмосферу. «В следующем году мы празднуем свое 300-летие, но все прокурорское братство уже сейчас готовится к этому событию. Следует сказать, что в сильной стране всегда сильная прокуратура. Так исторично повелось. Был такой момент в истории, когда в связи с событиями революционными решили, что прокуратура тоже является пережитком прошлого. И не стала существовать прокуратура в 1917 году, сами понимаете, какие события этому предшествовали. Но, как историческая правда показала, без прокуратуры невозможно было построить сильное государство даже в тот момент. Мы знаем письмо Ленина, который его надиктовывал из горок. Он говорил о том, что не может быть различной законности Калужская, Рязанская, она единая. Именно поэтому восстановлена прокуратура в 1922 году. Как раз к этому году относится и создание прокуратуры Ивановской области. Если мы посмотрим, вот этот стенд посвящен истории прокуратуры Ивановской области. Следующий год будет памятен не только для России в целом 300-летия, но и для прокуратуры Ивановской области. Прокуратуре Ивановской области настанет 100 лет. Мне очень приятно находиться в данной части экспозиции, потому что в музее воссоздали обстановку рабочего стола прокурора советского периода. Что есть на столе у прокурора? Конечно же, это то, что мы защищаем и во имя чего мы работаем. Во имя торжества закона, во имя того, чтобы закон соблюдался вот здесь, в Конституции закона Союза СССР. То есть, если мы говорим про советский период, такие книги на столе у прокурора были всегда. На этом столе также есть книга «Собрание законов и распоряжений в алфавитно-предметном указателе за 1934 год». То есть, это очень древний тоже для нас артефакт, можно сказать. Этим письменным прибором пользовался начальник за следственным дознанием и ОРД прокуратуры Ивановской области Таланов. Ну и, конечно же, в графин и стакан это неотъемлемая часть этой экспозиции. Почему? Если говорим про военные годы, необходимо было прокурору согреваться тем, что кипятили, самоваром раздували чай. И стакан кипятка был на вес золота. Это в современном мире можно подогреть чайник в любой момент. Эти предметы мы оставили для того, чтобы понимать, какая ценность горячей воды для того, чтобы согреться. На выставке есть и отдел, посвященный работе Фурмановской прокуратуры. Здесь она в большей степени носит такой информативный характер, но тем не менее вы можете увидеть фотографии некоторых прокуроров, которые в свое время возглавляли Фурманскую прокуратуру. Одно время прокуратура носила одноименное название, созвучное иному названию, которое раньше было присвоено данной территории, скажем так, нашей территории. Это Сирецкий район был, то есть в последующем он же был присвоен, создаваться как Фурманского района. В частности, здесь представлены прокуроры Сирецкого района и Фурманского района. Гуляев Николай Александрович, Крылов Иван Герасимович, Захаров Федоров Николаевич, Михайлов Петр Михайлович, Горбунов Алексей Михайлович. Ни у кого возникает сомнение в известности Фурманского района прокурора Курносова Юрия Павловича. Неоднократно о нем были посвящены документальные фильмы, в которых рассказывалась его роль в раскрытии преступлений, которое было совершено в 1975 году и связано с ограблением Банка города Фурмного и убийством охранника. Долгое время это преступление оставалось нераскрытым, но благодаря правильному профессионализму прокурора все-таки спустя несколько лет и тяжелой, кропотливой работой это преступление удалось раскрыть и привлечь в ином на лицовку уголовной ответственности. Мне пришлось близко быть знакомым и работать вместе с Юрой Павловичем Курносовым. Юрой Павловичем Курносов, к сожалению, тоже нет его сегодня в нашей жизни, но для фунтов прокуратуры он дал несколько лет жизни. Он приехал сюда из Юрьевецкой прокуратуры, а вот сюда уехал в Шуй, заводясь в Шуйскую межрайонную прокуратуру. Юрий Павлович, он рассказывал, как он встречал, принимал здесь генерального прокурора России, вот, водил его по окрестностям района Приволжского, в то время и Приволжский был присоединен к Уровному. Поэтому после этого посещения Рекунков, бывший генеральный прокурор, он спросил, а что вам подарить, раз уж я был здесь у вас. А плохая была машина, Юрий Павлович, ломалась часто. Он попросил машину, задержали, снова ему тогда самое персональное, вернее, для Фурмановской, чтобы никто-то нигде другой не перебрал, была выделена эта прокуратура. На открытии выставки присутствовал и бывший фурмановский межрай прокурор Николай Середкин. Для экспозиции он предоставил свой портрет, выполненный шуйским художником Николаем Таракановым, и фотографию, которая была сделана более 50 лет назад в Москве. Тогда Николай Алексеевич проходил срочную службу. В один из дней ему посчастливилось, находясь в почетном карауле, даже поговорить с первым космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным. Он проходил мимо меня, вместе с космонавтами, с Терешковой, Николаем и другими. Потом, через какой-то минуту, через 20, он спустился за Леоновым и стал интересоваться нашей службой. И когда узнал, что я учился на армии, на электрика в Иванове, узнал, что я закончил Ивановский аэроклуб, и он больше внимания стал уделять мне. И мы с ним разговаривали примерно минут 15, может быть, больше. Много он интересного рассказал в тот период времени, в том числе о нештатных ситуациях, которые произошли с ним во время полета в космос и приземления. Выставка, приуроченная к празднованию 300-летия прокуратуры России, будет работать в картинной галерее до 23 декабря.